всем привет у меня сегодняшнее утро началось с готовки я же вчера занималась же уборкой да ну и планировала сделать рыбку на завтрак но получилось не на вчерашний она сегодняшний сейчас 8 часов у меня рыбка почти готова обожаю вот такую рыбку запеченную духовом шкафу с овощами сейчас поставлю на гриль чтобы сверху все это запеклось и будет вообще все это вкуснятина вкусная ну и вот такой вкусный завтрак у меня получился мне говорят ирина как вам не надоедает овощи что типа вот я съем там первые два огурца и все потом вы варит едите и кабачки там в общем все овощи скажем так вот не поймешь одни говорят что нужно есть больше овощей другие говорят как вы едите вот всем не угодишь у каждого свои предпочтения а я овощи обижаю если вы обратили внимание они в моем рационе присутствуют постоянно вот и знаете скорее всего что конституция человека влияет на то какой он полный худой болезни уже а если вы обратили внимание не так уж и много у меня в рационе такое что там может влиять на полноту просто движение мало делаю до двигаясь и конечно не в той мере в которой наверное должно быть время 6 часов смотрите как темно в комнате это из-за того что видимо все таки дождь будет на улице я надеюсь на это на улице пасмурно затянула облачками не знаю каким богам молиться я что-то молюсь молюсь а боженька что-то не хочет никак принимать мои молитвы так хочется дождя так хочется дождя но я вчера говорила судя по прогнозу погоды не знаю верить ему или нет но вроде как сегодня было самый жаркий день лето дальше уже все на спад будет идти жара вечер ветерочек такой приятненький люди гуляет с колясочками ой как хорошо ветер гуляет тень падает у меня очередная примерка моей салфетки до овальной я довязала ананасики видите какие они у меня вот и у меня сейчас уже пойдет обвязка у меня до вяжутся вот здесь эти на овале ананасы и в общем то здесь у меня тоже как будет будет бутончик не раскрытый это все мудрю я признаюсь вам также в схеме два лепесточка и один вот такой большой ананасик то есть по идее должно быть вот таких два лепестка и вот такой ананасик вот здесь вот но я допустила ошибку и по выпись вывязала по три лепестка причем это везде вот абсолютно везде у меня тут-то ошибки ни одной нет вывязала как надо и когда я выпис вывязала лепестки мне нужно было ананасы формировать я смотрю у меня что-то не то но вот вы представляете сколько я уже связала что ж я буду распускать я включила воображение посмотрела несколько узоров ни одного не нашла того ну чтобы вот именно было так как я сейчас сделала но я так себе в голове нарисовала картинку и как видите эта картинка у меня получилось то есть у меня получается как бы идут два ананасика и дальше там не раскрытый бутончик а здесь вот так вот на овале вот так что мудрю пока вам показывала пережарила то что я здесь делаю это у меня оля лепешка лаваш с мясом здесь вот у меня осталось от утренней завтрака я ела утром и в обед и вот еще овощи остались но на ужин то надо что-то кушать и поэтому я решила перебить куриную грудку миску и делаю следующим образом намазываю куриную грудку у меня нет яиц у меня закончился лук овощи я вообще сижу не выхожу жара на улице и по этой причине мне выходить на улицу не хочется вообще связи с этим я исхожу из того что у меня есть наличие а в наличии у меня была куриная грудка были вот такие лаваши замороженные я вам показывала что я покупала их ну это было давно ну тот кто смотрит мои блоги постоянно наверно помнит как я показывала вот а теперь у меня есть сыр я вот так вот сейчас еще подотру и сверху накрою тоже еще одной лепешечкой и не ставлю без масла на сухую сковороду под крышку две минуты с одной стороны две минуты с другой получился вот такой оля чебурек видите тоненький слой мяса с сыром вот сыр видите сейчас он остынет он прилипнет в общем сейчас на вечер с чайком вот такой у меня будет шикарный ужин и на завтрак у меня будет уже готов такой же лавашек девчонки посмотрите что пишет алиса что будет 22 25 мне просто даже не верится что сегодня 36 а завтра 22 25 мне вот не верится вот я и поужинала очень вкусно было но все больше не лезет доброе утро страна у нас сегодня ночью был дождь ночью был то есть и вроде как должен быть еще там вот такие тучки ну и там тучки но не знаю не знаю будет не будет это опять бабка на двое сказала как говорят там женщина котиков кормит не знаю видно вам или нет сейчас время седьмой час ну я как всегда чуть свет стою вот такая свежесть такая красота опять же по алисоному градуснику 19 градусов ну у меня конечно квартире не 19 градусов сейчас хочу опять открыть дверь подъезд не знаю потянет что-нибудь не потянет ко мне хоть чуть-чуть у меня в квартире штиль нисколько прохлада не становится вот если не пойдет дождь до девяти часов 9 часов планирую выйти в город как я уже сейчас говорю потому что у меня вообще все закончилось я эту неделю ну дней пять точно не выходила на улицу потому что ну потому ну вот вот так что и я прям счастлива что прошел наконец-то дождь друзья мои дождь дождь да еще и хороший я не думала что можно так радоваться дождем вот бы пошел подольше чтобы остудить эту раскаленную землю как я счастлива как я счастлива ой не могу и смех и грех да прям я вообще вот такая сижу монтирую видео и слышу кап 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 глянула в окошко дождь идет менты стоит тут ручейки такие бегут у нас здесь под уклон я не знаю работают у нас ливнеки или нет но будем надеяться что работают и тут такой мрак в квартире вот так у меня зимой если не включать свет будет вот так зимой я еще не убирала постель у меня кстати спрашивали за что я цепляю просто у меня тут вот видите как сделана ножка и вот здесь есть такая выемка не знаю будет вам видно или нет и вот зацепляется сюда у меня таппер или топпер и простынь то же самое все не как просто не не севшая ничего все нормально это вот трикотажная простынь райские цветы называется темно а вот так светло и чё я показывала дубль два дубль два вот здесь теперь наверное видно да зацепляется так со всех сторон у меня и с этой стороны и с этой вот видите я не знаю диваны может быть у всех разные вчера еще провязала два ряда видите у меня уже оформляется цветочек вверху или бутончик осталось совсем чуть-чуть не связать смотрите она у меня уже практически на мой комод на ширину а то есть до вяжется здесь вот еще у меня несколько рядов сейчас один ряд это соединение идет потом еще это два ряда ну и ряда три наверное обвязки в общем само то по ширине будет мое сегодняшнее утро начиналось с такого сюрприз с сюрпризом и приятностей я не могла не поделиться этой радостью с вами моя подписчица Татьяна с города Электросталь сделала мне вот такие замечательные подарки это настольный светильник который прикручивается к столу ну или к другой любой поверхности чтобы было мне удобно вязать я открыла специально чтобы не шуршать но по-любому придется мне сейчас вытянуть и чтоб мы с вами посмотрели возможно многие уже знают что из себя представляет такая лампа это вот устройство которое прикручивается это плафон насколько я понимаю все шуршит ну вот так она выглядит лампа я конечно потом попозже покажу как она у меня и где будет прикручена вот такая пружина не знаю как вот эта конструкция работает но я думаю что прочитаю здесь есть инструкция по сборке вот такая и я посмотрю и разберусь думаю я просто вот в таком счастье наверное я не знаю особенно от вот этого подарка я такую блиницу видела на канале у Самвела Адамяна да и он там готовил и у меня слюна текла и вот пожалуйста у меня такая же самая блиница это электроблиница которая работает по принципу как электрочайник видите у нее такая основа да или такое основание как у электрочайника да вот эту емкость наливается блинное тесто и затем оно не оно разогревается вот это устройство ну да оно ставится на основание да точно так же как электрочайник вот здесь включается разогревается и затем вот так вот опускается и переворачивается получается тоненькие блины ну по крайней мере у самвела он показывал как это все работает я конечно же видела и теперь у меня тоже такая красота есть блинчики готовлю очень часто поэтому я очень-очень рада что у меня теперь такое устройство есть у меня кстати нет блинной сковороды я готовила на своих сковородах те которые у меня есть ну теперь вот я счастливая обладательница вот такой электрической блинницы здесь видите вот показано как это все делается вначале стоит на основании затем окунается в тесто блинное и когда переворачивается блинчик вот так вот прилипает и ставится назад на основание и жарится в общем Татьяна спасибо вам огромное дай бог вам здоровья и всего чего хочется прям палуйте вы меня это еще не все не сегодня сезон пришло вот вот такое все на совесть закручено я так понимаю что здесь что-то такое завернуто которое может разбиться и это вот такое кунжутное масло из обжаренных семян кунжута нерафинированное вы знаете это вкусность вкусная это я просто не знаю конечно сезон заканчивается уже сейчас ну какая разница зимой тоже вы не представляете какое-то вкусное масло говорю вы не представляете ну возможно многие представляют я в своей жизни один раз пробовала его когда ездила на Алтай но так как это масло дорогое я не могла себе позволить а сейчас вот у меня прям таки солидная бутылочка которая будет заправлять мои салатики я вас очень-очень благодарю от всей души за такие предметы которые благодаря вам появились в моем доме спасибо 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 еще раз спасибо я просто в восторге а здесь у меня готовятся пельмени гигантеллы я вчера же у меня мяса еще там достаточно и я с утра замесила быстренько тесто прям совсем-совсем немножко и вот приготовила домашние пельмешки сейчас буду завтракать